Путина. Россия. Национальный вопрос. Напомню, первая программная статья появилась ровно неделю назад. Она называлась «Россия сосредотачивается, вызовы, на которые мы должны ответить». Статья стала вступительной частью предвыборной программы. Позже, на встрече с руководителями ведущих российских телерадиокомпаний и печатных СМИ, премьер пояснил, что планирует в серии статей изложить свои позиции по социально-экономической и международной тематике. Сегодняшняя публикация посвящена национальному вопросу. Путин считает его фундаментальным, поскольку Россия – многонациональное государство. Историческая Россия – не этническое государство и не американский плавильный котел, где, в общем-то, все так или иначе – мигранты. Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский народ, русская культура. Как раз этот стержень разного рода провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из России под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение, о расовой чистоте, о необходимости завершить дело 1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на шее у русского народа. Попытки проповедовать идеи построения русского национального моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Путин подчеркнул, что в сохранении межнационального согласия доминирующую роль играет русская культурная традиция. Гражданский мир и межнациональное согласие – это не один раз созданная и застывшая картина. Напротив, это постоянная динамика, диалог. Необходимо не только соблюдение взаимных обязательств, но и нахождение общих для всех ценностей. Нельзя насильно заставить быть вместе. И нельзя заставить жить вместе по расчету на основе взвешивания выгод и затрат. Такие расчеты работают до момента кризиса, а в момент кризиса начинают действовать в обратном направлении. Русский народ является государствообразующим по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Скреплять в такой тип государства цивилизации, где нет нацменов, а принцип распознавания свой-чужой определяется общей культурой и общими ценностями. Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителями которой являются не только этнические русские, но и все носители такой идентичности, независимо от национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, которые пытались и пытаются взломать. Владимир Путин предложил создать на федеральном уровне специальный коллегиальный орган, который будет заниматься вопросами национального развития и взаимодействия этносов. Никто не покушается на свободу творчества, ни о цензуре речи, ни о казенной идеологии, а о том, что государство обязано и имеет право и свои усилия, и свои ресурсы направлять на решение социальных, общественных задач. Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства. Но при этом сами законы должны учитывать национальные и религиозные особенности. В системе федеральных органов власти необходимо создать специальную структуру, отвечающую на вопросы национального развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов. Это не должно быть стандартное ведомство. Речь должна идти о коллегиальном органе, который взаимодействует с президентом страны, с руководством правительства и имеет определенные властные полномочия. В статье подчеркивается, что конфликты на национальной почве напрямую связаны с нерешенными проблемами в обществе, такими как коррупция, неэффективная работа властных органов, правоохранительные системы. Когда речь заходит о том, что в России, а в особенности на исторических русских территориях, ущемляются права русских, это говорит о том, что государственные структуры не выполняют своих прямых задач, не защищают жизнь, права и безопасность граждан. Необходимо тщательное выяснение сути проблемы, обстоятельств, урегулирования взаимных претензий по каждому конкретному случаю, где замешан национальный вопрос. И здесь значение имеет профессионализм и ответственность средств массовой информации. Но никакого диалога не может быть в ситуации беспорядков и насилия. Ни у кого не должно возникнуть малейшего соблазна продавить власть на те или иные решения с помощью погромов. Сейчас готовятся решения, направленные на упрощение и либерализацию порядка регистрации и работы политических партий. Реализуются предложения по установлению выборности глав регионов. Все это нужные и правильные шаги. Но нельзя допустить одного. Возможности для создания региональных партий, в том числе в национальных республиках. Это прямой путь к сепаратизму. Говоря о внутрироссийской миграции, премьер уделил внимание проблеме неуважительного отношения приезжих к правилам поведения и обычаям местного населения. Путин предложил ужесточить правила регистрации и санкции за их нарушения. Очевидно, что надо на порядок повысить качество миграционной политики государства. И мы будем решать эту задачу. В этой связи должна быть четко дифференцирована политика в отношении легальной миграции. Как постоянной, так и временной. У нас достаточно активно развивается внутренняя миграция. Люди едут учиться, жить, работать в другие субъекты федерации, в крупные города. Причем это полноправные граждане России. Вместе с тем, тот, кто приезжает в регионы с другими культурными историческими традициями, должен с уважением относиться к местным обычаям. Во внутренней миграции также важны цивилизованные рамки. Следует пойти на ужесточение правил регистрации и санкции за их нарушения. Естественно, не ущемляя конституционных прав граждан на выбор места жительства. В статье подчеркивается, что в борьбе с криминалом особое внимание следует уделять противостоянию этническим группировкам, которые несут угрозу государственной безопасности. Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые, обособленные национальные анклавы, в которых часто действуют не законы, а разного рода понятия. Именно на коррупции расцветает этническая преступность. С правовой точки зрения, преступные группировки, построенные по национальному, клановому принципу, ничем не хуже обычных банд. Но в наших условиях этническая преступность является проблемой не только криминальной, но проблемой государственной безопасности. Владимир Путин также предлагает ряд мер для цивилизованной интеграции и социализации мигрантов. Со следующего года необходимо сделать обязательным для приобретения или продления миграционного статуса экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего государства и права. Продолжение следует...